всем привет в этом видео я проведу обзор вот такой магнитолы samsung boombox модель у вас в названии в принципе на экране и чем эта магнитола примечательно тем что лично я например да возможно вы тоже при слове boombox вспоминаете и небольшие такие магнитолы у которых вот здесь например кассетный механизм сверху диск кассет кассетник у нас на кнопочках дисплейчик маленький динамики маленькие радио аналоговая и такие штуки в продает продаются и да и до сих пор сейчас и не славятся никаким качеством звука то есть они просто издают звук в стерео работают и все да и в принципе легко сыпется и легко ломаются данный аппарат несмотря на то что это не sony не panasonic все-таки по-своему навороченный и неплохой это магнитола ко мне приехала из москвы досталась от сергея я думаю вы знаете от какого он и нашел сам не дворники она была загажена строительной пылью штукатуркой или побелкой налипшей не знаю чем причем загажена была ли и в динамиках и короче вся и мы с ним на пару постепенно привели ее более-менее нормальное состояние серега и и оттер снаружи как смог и в принципе у него хорошо получилось а я ее полностью разобрал и отмыл и сейчас она подстает перед вами вот в таком состоянии у нее западали кнопки не были проблемы с кнопками у нее вот эти вот пластмасски были заляпаны не вся ручка была очень грязная и не знаю я не помню снимал или нет я про нее видео по-моему снимал видели в каком она была состоянии я снимал сетки про оттер всю грязь под сетками вот где-то в порах может что-то и осталось но это фигня по сравнению с тем чтобы его и осталось одно напоминание о ее прошлом это вот в таком состоянии кассетные крышки потому что это глянцевый пластик глянцевый пластик как мы привыкли он очень нежный и короче их надо полирнуть чем-то потому что пришлось прибегнуть к грубой силе и по-другому они не оттирались то же самое с передней панелью но с ней чуть-чуть получше кстати я даже не помню она мне попалась позапрошлым или прошлым летом я че-то уже сбился скажем так я помню что я ее чистил когда нам ставили кондиционер кондиционер ставили этим летом а этим ли этим ли летом она мне досталась по моему все таки да сейчас она просто стоит без дела я что-то сейчас про нее вспомнил решила снять вот видно в порах что чуть-чуть осталась побелка но это все такая херня принципе это можно будет перемыть еще раз но главное что сам пластик в принципе все она она готова в общем-то смотрите примечательность данного аппарата это высокочастотные динамики по бокам это не очень хорошо на самом деле потому что лучше бы разместили их не сбоку как-нибудь но не знаю вот здесь здесь потому что с точки зрения дизайна это смотрелось бы уже не очень возможно но когда близко к этой магнитоле располагаешься этих боковых динамиков не слышно когда подальше слышно или когда вот так вот или вот так вот то слышно а когда прямо она направлена на тебя то не слышно так начнем с зада сзади есть телескопическая антенна которая была сломана я присобачил сюда какую-то антенну не знаю какую кстати антенна была целая серёга сам случайно сломал как он говорит вот даже есть здесь располагается разъем наушников и разъем микрофона и какой-то переключатель сейчас я скажу вам что это не не скажу что это за бит кут кат вот такой переключатель да и можно было бы сделать скомбинированный можно было бы сделать так чтобы этот переключатель переключал чувствительность входа потому что это микрофонный вход а кто-то мог бы его спутать с ауксом и по любому есть те которые вставляют сюда аукс и думают что это аукс но это не аукс кстати видно на крышке остатки былой грязи крышку я все-таки едем а плохо помыл потому что поскольку она съемная помыл самый первый а потом был и оболечен ну в общем вы видите в каком состоянии была вся магнитола и тут все-таки осталось ну ладно значит я не так и хорошо помыл я думаю вы понимаете что такое что такое после ремонте и здесь что или то что это здесь было вообще абсолютно везде и просто каждая мелочь отследить это очень много надо времени и сил спереди кнопка включения кстати клавишу это каким-то образом отломал на провалилась но она была целая опять же поскольку не придется разбирать я ее приклею инфракрасный порт для пульта монохромный дисплей с зеленой подсветкой кнопки сами видите открытие дисковода кнопка fm мод кнопки таймер настройка часов то есть по идее в ней есть будильник собственно кнопка стоп кнопка вперед назад вообще назад вперед логотип самсунга и лоток дисковода дисковод слушайте вы будете удивлены но дисковод не работает открывать его к сожалению не буду в этом видео мы не послушаем диски но придется вам поверить не на слабо он читает диски и читал даже до этого но его нужно смазать если я его открою он откроется если его закрою он закроется но вы знаете при закрытии мало того чтобы закрылся нужно еще вот эту каретку с лазером и моторами приподнять обратно наверх а на это у него сил не хватает он стопорится процессор не получает сигнал от микро переключателя о том что поднята каретка и она открывается обратно поэтому я даже пытаться не буду все самое интересное у нас сверху и таки полноценный музыкальный центр двухкассетная лентопротяжная дека точнее просто двухкассетная дека или лентопротяжный механизм перезапись на высокой скорости что нам уже в принципе давно не актуально в одном кармане есть автореверс причем автореверс механические кнопка паузы расположение кстати и не типичная обычно пауза вот тут вот дальше кнопки обычном порядке это воспроизведение перемотка назад перемотка вперед стоп а вот это кнопка реверса например мы включили воспроизведение она играет в одну сторону нажали эту кнопку она механически переключается играть другую сторону причем здесь переключается не только механика а еще и звуковые дорожки головка здесь не поворотная а четырех дорожечная здесь у нас записывающая дека уже с обычным расположением пауза кстати лентопротяжный механизм тоже пришлось отмывать в воде и после этого кстати он даже лучше заработал он работал очень плохо сейчас он работает но нуждается все-таки в смазке вот это кнопки режимов радио диск кассета вот модель магнитолы у вас на экране тут у нас кнопки относящиеся к сиди это мульти джок так называемый для переключения станции на радио и дорожек на сиди кнопки громкости кстати громкость мисс громкость вниз ни в какую не работала то есть она нажимается а реакции ноль один пшик vd 40 и она ожила и вот прошло более чем полгода она просто стояла и смотрите работает один пшик в дэшке громкость плюс она и так работала на ее за компанию тоже пшикнул так это кнопки относящиеся к улучшению звука то есть это кнопки эквалайзеров три предустановки и здесь кнопка хай дублинг то есть это перезапись на высокой скорости кнопка s-bass эта кнопка увеличению низких частот но при этой кнопки отключается предустановленный эквалайзер и кнопка power sound то есть это у нас будет как бы и высокий поднимет и низкий поднимет но s-bass низкий поднимает больше так прослушать мы можем только радио и диски я вам напоминаю давайте попробуем что-нибудь поискать нажимаем кнопочки эквалайзеров так это не эквалайзер такой глухой это это ремикс такой ну вы поняли этот эффект теперь нажимаю s-bass и power sound кстати эти динамики в принципе как широкополосники хороши и даже без вот я сейчас пищалок не слышу даже без них в принципе неплохо кстати у них резиновый подвес внутри станции можно запоминать кстати пульта и и я не видел но у самсунгов обычно пульты не функциональные так что в принципе от ее родного пульта толку особого нет кстати усилителя нет если слышно фонит слышно такое и давайте включу кассету кстати работает у нее нормально только кассета б у кассеты а есть следующая проблема у нее выскакивает вот эта вот штучка которая вращает саму бобину на кассете она почему-то там плохо фиксируется и проблема вот такая я заметил у самсунгов есть такая проблема что начинает срабатывать автостопа именно на самсунговских кассетниках почему-то с возрастом у них такая штука приходит или что-то слетело или что-то треснуло я не знаю но здесь такая штука есть причем на перемотке если вы заметили она не крутилась перемотку назад крутилась и на воспроизведение она тоже крутилась но все-таки давайте его послушаем кстати я уже сказал кассетник на довдых и весь пройтись или не знаю чем короче смазать надо потому что даже кнопочки плохо с таким с шумом нажимаются так и вот еще очередная проблема которая напоминает о ее прошлом то что она вся была засрана как я сказал переключаются звуковые контакты при переключении вот этого вот этой кнопки реверса вот слушайте с таким хрустом звук меняется сейчас она крутится в другую сторону там записи нету и сейчас я возвращаю в обратную сторону и не помогло а теперь помогло сейчас играют оба канала то есть нужно закапать волшебный эликсир молодости в d40 во все что только можно но даже без него она в принципе работает уже да и как еще работает хорошо игра играет хорошо с бас п саунд да аукса конечно же ей очень не хватает в принципе она бы от него шикарно играла потому что звуковые характеристики у нее довольно таки неплохие по меркам магнитола тех лет и ее габаритов в любом источнике на любом источнике можно подключить микрофон и просто в нее же подпевать а располагать пищалки сбоку была очень плохая идея а это повар сурраунд что ли они сам на дисплее где-то вот сверху сейчас сфокусируется все эти маленькие надписи есть давайте вот тут фокусирую возвращаемся на дисплей не хочет фокусироваться потому что мутная панель фокусируется Играет музыка О, а с задней стороны баса больше То есть ее к стенке надо ставить, чтобы от стены бас отражался Так будет эффектнее Вообще цвет еще у него такой прикольный Такой фиолетовый Сиреневый точнее Сюда вставляется, как я вижу, 8 батареек Д Больших И по-моему А снизу у нас еще такая вот Наклеечка с информацией А по-моему еще маленькие должны вставляться Или нет Что-то их тут нету И судя по цвету снаружи Внутри она выгоревшая что-ли Цвет чуть-чуть разный Изнутри цвет прикольнее Хотя, не, не выгорело Просто цвет разный Если отключать сетевое питание, кстати У нее сбиваются все настройки Поэтому у нее, по идее, должны быть маленькие батарейки Но что-то я их тут не наблюдаю В целом аппарат интересный И В принципе, принято считать, что магнитола это вещь дешевая А на БУ рынке так вообще копеечная Что, типа, такой аппарат можно найти за 500 рублей За 300 рублей Но В принципе, я думаю, можно найти его за столько Но я думаю, что ей ценник И не стыдно ставить и тысячу А может даже и полторы Если еще и полирнуть все вот эти поверхности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И когда нажимаю стоп, она тоже с хлопком выключается Видимо, звуковые контакты там размыкаются Потому что я сейчас, например, нажму И опять будет играть только один канал Вот, смотрите сами О, шумит И снова делаем А, в реверс оба канала А тут опять один А сейчас опять оба канала Да, вот этот шум фоновый, конечно, бесит Но на кассетах он всегда есть На дешевых кассетных механизмах То есть на магнитолах На музыкальных центрах Перемотка Как слышно, работает Вот это шум Перемотка назад работает пошумнее Видать шестеряночный привод Вот такой вот обзорчик Такой магнитолы сегодня был Всем спасибо за внимание Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому